Заместитель министра здравоохранения области Владимир Хаменец рассказал рязанцам о работе по борьбе с COVID-19. По его словам, в нашем регионе подготовлено 620 коек для больных коронавирусом. Надеемся, что запланированных мощностей хватит для оказания медицинской помощи всем нуждающимся. В больнице скорой медицинской помощи у нас запланировано 410 коек. В больнице Симашко это 120 коек и 90 коек в 11 больнице. Что касается системы диагностики, то в настоящий момент в проведении лабораторных исследований задействованы две лаборатории. Центра гигиены и эпидемиологии и консультативно-диагностического центра Рязанской области. В настоящий момент наша лаборатория проводит 336 исследований в сутки. Работает она круглосуточно. С 21 апреля у нас вступает в эту работу также лаборатория кожного и нейрологического диспансера. Это будет перемашутизировано направление исследований. Что должно позволить разгрузить консультативный диагностический центр и позволить ускорить проведение процедур. Но действующих сил и средств на данном этапе достаточно. Также запланировано приобретение дополнительного оборудования, чтобы увеличить мощность и объемы проводимых исследований. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки существенно увеличилась нагрузка на медицинских работников. Многим врачам пришлось перепрофилировать свою основную деятельность. Это я сейчас, конечно, больше скажу про тех врачей, которые работают в стационарах. Потому что пришлось перепрофилировать отделения. Лор-болезни, отделения, хирургические, неврологические отделения. Они теперь действуют и работают как инфекционные. То есть все врачи стали врачами-инфекционистами. Они все прошли обучение на портале непрерывного образования, медицинского образования Минздрава России. Также медицинские университеты, резонанские дистанционные курсы по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Все получили соответствующие сертификаты и могут работать в данном направлении. С начала этой недели ожидается поставка индивидуальных средств, защиты в количестве 200 тысяч масок и нескольких тысяч защитных одноразовых костюмов. В дальнейшем поставки будут продолжены. Всего запланировано более полутора миллионов масок и порядка 30 тысяч защитных костюмов. Также закупаются и дезинфекционные средства, антисептики. То есть все по мере возможностей, по мере появления необходимого товара у поставщиков, они поставляются к нам в регион. В медицинских организациях осуществлено разделение потоков между здоровыми пациентами и теми, кто имеет признаки ОРВИ. Эта мера помогает снизить риски заражения COVID-19. Не менее важной остается самоизоляция, ведь через 2-3 недели, по мнению экспертов, ожидается пик заболеваемости.